«Прислал ты к нам с Антонием книгу о Флорентийском соборе, и мы ту книгу у посла твоего велели взять. А что ты писал к нам, и посол твой устно говорил нам о вере, то мы об этом с Антонием говорили. Гонцу было наказано. Если папа или его советники станут говорить, государь ваш папу назвал волком и хищником, то отвечать, что им слышать этого не случилось». Мы видели, что Иоанн решил на Боярском совете помириться с Батурием для того, чтобы свободнее можно было наступить на шведа, отнять у него завоеванные им города и ревель, следовательно, в Эстонии вознаградить себя за потерю Ливонии. Русские войска имели успех в одном деле с шведами. Двукратный приступ последних к орешку был отбит. Но когда в начале 1583 года де Лагарди приготовился опять вступить в русские владения, новгородские воеводы предложили ему мир. Уполномоченные для переговоров съехались на реку Плюсу в мае месяце и заключили перемирие только на два месяца. Потом съехались снова в августе и заключили его на три года с условием, чтобы у обоих государств осталось то, чем владели до сих пор. В следствии этого за шведами остались русские города – Ям, Ивангород, Копорье. Это поспешное заключение перемирия со шведами объясняют непрочностью перемирия с Польшей и особенно опасным восстанием Луговой Черемисы в Казанской области. Но, принимая в соображение и эти причины, можно, однако, с достоверностью положить, что главную причиной была потеря в Иоанне надежды получить какой-либо успех в войне с европейскими народами до тех пор, пока русские не сравняются с ними в искусстве ратном. Защита Орешка не могла внушить царю надежды, что легко будет взять у шведов Нарву и Ревель, при том он обязался уже перед Баторием не воевать Эстонии. Что Иоанн не оставлял мысли о возвращении прибалтийских берегов, но был убежден, что достигнуть этого можно было только в союзе с каким-нибудь европейским государством, которое бы снабдило Россию плодами западного искусства, это всего яснее видно из переговоров Иоанна с Елисаветую, королевую, английскую. Еще в 1569 году Иоанн тайным образом через английского агента Дженкинсона переслал Елисавете следующее предложение. Царь требует, чтобы королева была другом его друзей и врагом его врагов, и наоборот, царь обязывается этим же самым относительно королевы. Англия и Россия должны быть во всех делах заодно. Король польский – недруг царю и королеве. Прошлым летом был захвачен лазучик с его письмами на имя английских купцов в России, где написано «Я, Сигизмунд, король польский, прошу вас, английских купцов, слуг моих верных, помогать подателю этого письма и оказывать помощь русским моим друзьям, как деньгами, так и всякими другими способами». Царь сначала был этим сильно оскорблен, но потом лазучик признался, что письма были подосланы нарочно для возбуждения негодования царя против англичан и разорвания дружбы между ним и королевы, и также для заподозрения сановников царских в измене. Вследствие этого царь просит королеву соединиться с ним заодно против поляков и запретить своему народу торговать с подданными короля польского. Царь просит, чтобы королева позволила приезжать к нему мастеровым, умеющим строить корабли и управлять ими. Позволила вывозить из Англии в Россию всякого рода артиллерию и вещи, необходимые для войны. Царь просит убедительно, чтобы между ним и королевою ученено было клятвенное обещание такого рода. Если бы кто-нибудь из них по несчастью принужден был оставить свою землю, то имеет право приехать в сторону другого для спасения своей жизни, будет принят с почетом и может жить там без страха и опасности, пока беда минует и Бог переменит дела. Это обязательство должно хранить в величайшей тайне. В Елисавете, разумеется, не было никакой выгоды входить в такой тесный союз с царем и втягиваться в его войны с соседями. Она длила время и, наконец, отвечала уклончиво и неопределенно, что не будет позволять, чтобы какое-нибудь лицо или государь вредили Иоанну или его владением. Не будет позволять этого в той мере, как по возможности или справедливости ей можно будет благоразумно этому воспрепятствовать, но против общих врагов обязывалась действовать оборонительно и наступательно. Принятие царя и семейства его в Англии и содержание с почетом было обещано. Иоанн рассердился и велел написать Елисавете грамоту в октябре 1570 года. «Ты то дело отложила на сторону, а делали с нашим послом твои бояре все о торговых делах, и мы чаяли того, что ты на своем государстве, государыня, и сама владеешь, и своей государской чести смотришь, и своему государству прибытка. И мы потому такие дела и хотели с тобой делать. Аж но у тебя мимо тебя люди владеют, и не только мы люди, но мужики торговые. И о наших государских головах, и о частях, и о землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков. А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлое, обыкновенная девица. И коли уж так, и мы те дела отставим на сторону. А мужики торговые, которые отставили наши государские головы, и нашу государскую честь, и нашим землям прибыток, осмотрят своих торговых дел, и они посмотрят, как учнут торговати. А московское государство, пока мест без английских товаров, не скудно было. А грамоту пьеси, которую ясмя к тебе послали о торговом деле, льготная грамота английским купцам, прислала к нам. Хотя к нам той грамоты и не пришлешь, и нам по той грамоте не велете делать и ничего. Да и все наши грамоты, которые ясмя давали о торговых делах по сей день, не в грамоты. В угоду так называемым «торговым мужикам» Елисавета отправила в Россию любимого Иоанном Дженкинсона с грамотой, которой писала «Дженкинсон правдиво расскажет вашему присветлейшеству, что никакие купцы не управляют у нас государством и нашими делами, а мы и сами печемся у ведений дел, как прилично деве и королеве, поставленной Богом, и что подданные наши оказывают нам такое повиновение, каким не пользуется ни один государь. Чтобы снискать ваше благоволение, подданные наши вывозили в ваше государство всякого рода предметы, каких мы не позволяем вывозить ни к каким другим государям на всем земном шаре. Можем вас уверить, что многие государи писали к нам, прося прекратить с вами дружбу, но никакие письма не могли нас побудить к исполнению их просьбы». Юан смягчился, возвратил английским купцам прежние льготы, хотя и не все, но не переставал упрекать Елисавету, что она не хочет заключить с ним союза. Выражал неудовольствие и на то, что королева, обещая ему принять его в Англии, не выговаривала для себя такого же приема в России. Здесь царь видел гордость Елисаветы и собственное уничижение. «А похочешь нашей к себе любви и дружбы большой, — писал ей царь, — и ты б о том себе помыслила и учинила, которым делом тебе к нам любовь своя умножите. А чтоб Есии велела к нам своим людям привозить и доспеху, и ратного оружия, и меди, и оловы, и свинцу, и серы горячей на продажу». Елисавета исполняла последнее желание, присылала и людей, нужных царю. Приславшая к нему медика Роберта Якоби, аптекарей и цирюльников, Елисавета в письме своем старалась показать, какое важное пожертвование сделала она этим для царя. Писала, что Якоби нужен был ей самой, аптекарей же и цирюльников, послала неволею, сама себя ими оскудила. У этого Якоби Иоанн спросил, нет ли в Англии ему невесты, вдовы или девицы. Якоби отвечал, что есть. Именно Мария Гастингс, дочь графа Гонтингт-Дона, племянница королеве по матери. Любопытно, что расспросить доктора о девке, как тогда выражались, Иоанн поручил Богдану Бельскому и Афанасию Нагому, брату своей жены. В августе 1582 года отправился в Англию дворянин Федор Писемский с наказом договориться о союзе России с Англией против Польши и начать дело о святовстве. Он должен был сказать Елисавете от имени Иоанна. Ты бы, сестра наша любительная, Елисавета королевна, ту свою племянницу нашему послу Федору показать велела, и парсону б ее портрет к нам прислала на доске и на бумаге для того. Будет она пригодиться к нашему государскому чину, то мы с тобою, королевную, то дело станем делать, как будет пригоже. Писемский должен был взять портрет и меру роста, рассмотреть хорошенько, дородна ли невеста, бела или смугла, узнать, каких она лет, как приходится королеве в родстве, кто ее отец, есть ли у нее братья и сестры, если скажут, что Иоанн женат, то отвечать. Государь наш по многим государствам посылал, чтоб по себе приискать невесту, да не случилось, и государь взял за себя в своем государстве боярскую дочь не по себе. И если королевнина племянница дородна и такого великого дела достойна, то государь наш, свою отставя, сговорит за королевнину племянницу. Писемский должен был объявить, что Мария должна принять греческую веру, равно как те бояре и боярине, которые приедут с нею и захотят у государя жить на дворе, а которые не захотят креститься, тем на дворе жить нельзя. Им вольно жить у государя в его жаловании. Только некрещенным жить у государя и у государыни на дворе ни в каких чинах не пригоже. Посол должен был объявить также, что наследником государства будет царевич Феодор, а детям, которые родятся от Марии, даны будут уделы, иначе делу статься нельзя. 4 ноября Писемский представился королеве Винзоре. Когда он отговорил свои речи, то Елисавета с веселую улыбкою отвечала «Я брата своего и вашего государя братской любви и приязни рада и желаю, чтоб велел Бог мне брата своего вашего государя в очи видеть». Посол сказал «У нашего государя со многими царями и королями ссылка, а ни с одним такой любви нет, как с тобою. Ты у него сестра любительная, и любит он тебя не словом, а всею душою. Я брату своему на его любви челом бью, рада быть с ним в братской любви и до кончания, и на всех недругов стоять заодно. Земля ваша русская, и государство московское по-старому ли, и нет ли в вашем государстве между людьми какого волнения, шатости?» Посол «Земля наша и государство московское дал Бог по-старому, а люди у государя нашего в его твердой руке, в которых людях была шатость, и те, вины своя узнав, били государю челом, просили милости. Государь им свою милость показал, и теперь все люди государю служат прямо, а государь их жалует». Потом королева спросила у посла, как ему показалась английская земля. Исимский отвечал, «Земля английская очень людна и угожа, и всем изобильна». После первого приема прошло много времени. Посол начал скучать. Когда вельможи от имени королевы предложили ему ехать охотиться на заповедные острова, бить оленей, то он отвечал, «На королевнине жалование много челом бью, а гулять-ездить теперь не годится, потому присланы мы от своего государя, королевни, по их великим делам. Мы у королевны на посольстве были, а государеву делу до сих пор и по чину нет. Да нынче же у нас пост, мясо мы не едим, и нам, оленина, к чему пригодится?» Англичане отвечали, «Мы мясо едим, а если не поедете с нами на охоту, то королевне будет на вас досадно». Посол поехал на острова. В половине декабря в селе Гриниче Писемский имел первое совещание с английскими министрами. Объявил, что король польский, союзник папы и цесаря, враждует с царем, что Иоанн хочет заключить с Елисоветой тесный союз, дабы иметь одних друзей и врагов, помогать друг другу людьми, а где нельзя людьми, то казною, чтоб королева велела пропускать государю снаряд огнестрельный, доспехи, серу, нефть, медь, олово, свинец, велела пропускать мастеров всяких, ратных и рукодельных людей. А государь за это всякие товары велит пропускать в Англию без вывета. Английские министры соглашались на союз, однако с условием, что прежде объявления войны врагу царскому королеву будет стараться помирить его с Иоанном. За это посредничество они требовали исключительной торговли. Писемский отвечал, пусть советники королевнины сами рассудят, можно ли английской земле пробыть с одним русским торгом, а с другими землями не торговать и к себе других купцов не пускать ни с какими товарами. Но если английской земле с одним русским торгом быть нельзя, то и русским людям об одном английском торгу пробыть нельзя же. Положили для окончательных переговоров отправить с Писемским в Москву посла от королевы. За обедом после переговоров министры сказали Писемскому, папа хвалится, что помирил царя с Баторием. Посол отвечал, воля папе, что хочет, то говорит заочно. А если бы он государя нашего с королем помирил, то государь бы наш литовского короля себе недругом не называл. После переговоров с министрами Писемский повел дело с королевою о сватовстве. Елисавета отвечала ему, любя брата своего, вашего государя, я рада быть с ним в свойстве, но я слышала, что государь ваш любит красивых девиц, а моя племянница некрасива, и государь ваш навряд ее полюбит. Я государю вашим челом бью, что, любя меня, хочет быть со мной в свойстве, но мне стыдно списать портрет с племянницы и послать его к царю, потому что она некрасива, да и больна, лежала в оспе, лицо у нее теперь красное, ямоватое. Как она теперь есть, нельзя с нее списывать портрета, хотя давай мне богатство всего света. Писемский согласился ждать несколько месяцев, пока Мария совершенно оправится. Между тем, в Англии узнали, что у царя от Марии ногой родился сын Димитрий. Писемский послал сказать министрам, что королевна таким ссорным речам не верила. Лихие люди ссорят, не хотят видеть доброго дела между нею и государем. Наконец, в мае месяце 1583 года Писемскому показали невесту в саду, для того, чтобы посол мог ее хорошенько разглядеть на открытом месте. Мария Гастингс доносил Писемский царю, ростом высока, тонка, лицом бела. Глаза у нее серые, волосы русые, нос прямой, пальцы на руках тонкие и долгие. Увидавший Писемского после смотра Елисавета опять сказала ему, «Думаю, что государь ваш племянницы моей не полюбит, да и тебе, я думаю, она не понравилась». Посол отвечал, «Мне показалось, что племянница твоя красива, а ведь дело это становится судом Божьим». Окончив дела, Писемский отправился в Россию с грамотами от Елисаветы к царю. Королева изъявляла желание лично повидаться с Иоанном, писала, «Наша воля и хотенье, чтобы все наши царства и области всегда были для тебя отворены, ты приедешь к своему истинному приятелю и любимой сестре». Редактор субтитров Редактор субтитров